У Армении реально два соседа, фактически на карте их больше, еще три, два признанных, это Турция и Азербайджан, один не признанный, это Карабах, но большого значения это не имеет, потому что Турция и Азербайджан для Армении закрыты по известным причинам, а Карабах во всех смыслах, кроме политического, то есть в экономическом, темографическом, духовном, каком угодно, это фактически значительной степени часть Армении. Соответственно Грузия и Иран с чрезвычайно специфическим, я бы сказал, форматом ирано-американских взаимоотношений, и не менее специфическим, я бы сказал, форматом грузино-российских взаимоотношений. При чрезвычайной важности для Армении, естественно, и Соединенных Штатов, и России, вот получается картина, в которой Армения вынуждена поступать, как Микоян из известного советского анекдота, когда он, приходя сухим на заседание политбюро, говорил, что он между капельками в дождь прошел. Это константа армянской внешней политики, она никак не зависит ни от какого выборного года, в армянской внешнеполитической риторике это называется комплементаризм, это официальная позиция. Армения не ставит знаков равенства между пророссийским антизападным или прозападным антироссийским и пытается поддерживать ту политику, которая есть каждый раз при тем, что если она что-либо делает с Сыраном, говоря американцам, look at the map guys, посмотрите на карту ребята, и то же самое каждый раз, говоря русским, когда делает что-то с грузинами, это есть, это остается, это будет, это и реалия, это ожидание, это и вызов, это не зависит от личностей, кто бы ни был избран президентом Армении на этих выборах или на каких угодно, это будет оставаться константой. Соответственно, каков процесс формирования модуса армянской безопасности, безопасности Республики Армения? Несколько составляющих. Военно-политическое сотрудничество с Россией, это рамки ОДКБ, то есть возможности обеспечения вооружением и боеприпасами по, скажем так, приемлемым ценам. Это российская военная база на территории Армении, которая, ну скажем так, берет вызовы существующие в регионе, связанные с третьими странами. И это наличие достаточно серьезной армии, точнее серьезных армий армянской и карабахской, которые должны обеспечивать безопасность на чисто военном уровне в силу неурегулировки карабахского конфликта. В политической сфере это формат Минского процесса, который много ругают. На мой взгляд, совершенно не заслуженно. А у Минского процесса в реальной политике, ну я, я политолог, я не политик, поэтому я могу говорить то, что я считаю на самом деле. У Минского процесса нет на сегодняшний день задачи урегулировать конфликт. Урегулировать карабахский конфликт невозможно на сегодняшний день. Позиции сторон расходятся настолько далеко, что компромисс невозможен, там поля для переговоров нет. Соответственно, у Минского процесса есть, ну скажем так, три задачи. Первая задача это, я бы назвал шоу-мазговорон, так, переговоры должны продолжаться, мировой опыт показывает, что в тех конфликтах, в которых есть канал взаимодействия между сторонами, ситуация развивается лучше, чем в тех, в которых этого канала нет. Вторая задача это, чтобы этот процесс был интернационализирован, условно говоря, чтобы в комнате находились не только азербайджанец и армянин, но еще и американец, француз и русский, чтобы этот процесс был интернационализированным. И третий, чтобы сохранялась необходимость продолжения мирного способа урегулирования конфликта или переговоров вокруг этого. Эти задачи Минская группа выполняет достаточно неплохо, начиная с 92-го года. Соответственно, Минский процесс будет оставаться так, как он в сфере военно-политической безопасности играет какую-то роль. Евразия, СССР, ЕЭП, Поможенный союз, все эти многочисленные, возникающие очень различного формата, различной степени выверенности, различной степени, скажем так, единости подходов, если можно так по-русски сказать, различной степени медийности и так далее форматы, не отвергается ни один, принимаются все и пытаются их сочетать с теми форматами, которые есть с Западом. Есть формат Восточного партнерства. Этот год для Армении достаточно важен в этом смысле. В ноябре будет Вильнюсский саммит. И Армения неплохо идет для того, чтобы на Вильнюсском саммите был подписан, парафирован точнее договор об ассоциативном членстве ЕС. Идут неплохо переговоры по глубокой зоне взаимной торговли. К июню будет облегчение визового режима. То есть вот эти форматы пытаются сочетать с теми, которые есть с Россией. Не очень просто, но понимание и здесь, и в Европе находить удается. В прессе, в армянской прессе, не только в армянской, это довольно буйно обсуждается. Эти форматы воспринимаются как противостоящие друг другу. Но если последовать совету профессора Преображенского и не читать газет перед обедом, то в общем на реально политическом уровне все происходит довольно прилично. Совсем недавно президент Армении, вновь избранный, но еще старый, инаугурации еще не было, был в Москве, встречался с Путиным. И в общем похоже, что формат взаимодействия с таможенным союзом и формат взаимодействия с ЕАС, с Анива, с ЕАС, если когда-нибудь ЕАС выродится во что-то, что можно будет реально обсуждать, он вполне реален и вполне компетибелен, или там сочетаем с теми форматами, которые есть на других направлениях. Это, так сказать, вот ожидания на ближайшие 5-7 лет. Вызовы? Вызовы они тоже в общем довольно-таки понятные. Это вызовы в замкнутости региональной, то есть вот в той самой коммуникационной замкнутости. Есть какие-то надежды на действительно Абхазскую железную дорогу, с которой есть проблемы, но не равня нулю вероятность того, что в среднесрочной перспективе, не вкратно, в среднесрочной. Какие-то возможности минимальные могут быть появиться. Армяно-турецкий процесс на сегодняшний день умер, ну или как минимум очень сильно заморожен. До, я думаю, 2014-2015 года у меня нет времени говорить, почему, надо будет спросят. Опять же, вероятность равна нулю того, что каким-то образом это будет разблокировано. В то же время, мне кажется, что то, что ситуация вокруг Ирана будет развиваться очень рискованно, эта вероятность тоже равна нулю. Поэтому, а не нужно мне две минуты, примерно тот процесс, который есть сейчас, он будет продолжаться с некоторыми развитием и в ту, и в другую, и в третью, и в четвертую сторону. Ожидать чего-то сверхъестественного не следует, но вот модус или локус, вот тот политик, который существует в моей стране по отношению к внешним игрокам, повторюсь, я возвращаюсь сначала, он измениться не может, он будет оставаться таким, примерно какой он есть, это императива, и развивать его, это задача армянской власти или армянских властей на сегодняшний день. Большая интеграция с Россией, большая интеграция с Европой, большая интеграция вообще с миром вокруг, что не очень просто, а попытки делать это будут продолжаться. Спасибо.